Вы знаете, вот вы сказали о том, что вам кажется, грядет обострение, что мы на грани НАТО, на грани большой войны, потому что мы в большой войне уже давно, а вот речь сейчас идет о том, вступит ли в эту войну НАТО и продолжит ли эта война вот такое развитие. А я, с другой стороны, вот хочу с вами обсудить еще пару версий, которые сейчас в информационном пространстве больше всего обсуждаются. И при этом, вот первое, да, это противовес большой войны, вот то, что очень беспокоит сегодня украинцев, это не с наступлением холоду, с затиханием теоретически военных действий на фронте, не наступит ли такая ситуация, когда и Запад, и другие силы будут пытаться усадить Украину за стол переговоров. Причем мы же понимаем, что такое стол переговоров на невыгодных для Украины условиях, то есть когда речь не идет о том, что мы освободили всю свою территорию, Россия убралась оттуда, и дальше уже мы по пунктам идем, условно говоря, вот то, о чем там Владимир Зеленский везде говорит, сколько там у него пунктов мира, да, в чем это все заключается, в том числе гарантии безопасности для Украины. А я говорю скорее о том, вот помните, когда, например, Питер Павел, генерал НАТО, президент Чехии, уже дважды в разных интервью говорил о том, что, ну вот, у Украины, по-моему, есть время до холодов, потому что на вторую, на второе контрнаступление большое, я не знаю, как удастся и удастся ли собрать столько же вооружения, поэтому там дальше, наверное, переговоры, вот типа, ну вот, вы помните, да, все это хорошо, как это было, и это не только он, поэтому сейчас эти разговоры активно идут. Вот, Савик, скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь, и что из этого вероятно? Ну, смотрите, давайте вот подойдем с разных сторон к этому вопросу. Первое. Президент Джо Байден обратился с Конгрессу с просьбой очередного пакета помощи Украине, да, 24 миллиарда. Значит, это первое его обращение к новому составу Конгресса, где в большинстве республиканцы. Это очень важный тест, кроме всего прочего, кроме реальных денег, которые нужны Украине, да, средств, то это еще и тест. Посмотреть, как республиканское большинство отреагирует, проголосует, подтвердит или не подтвердит. Вот это будет для нас такая лакмусовая бумажка, да, где мы поймем возможное отношение Соединенных Штатов Америки, то есть нового Конгресса, к необходимостям Украины в будущем. Значит, это первый момент. Второй момент, смотрите, мы все равно еще в августе, еще у нас впереди сентябрь, и еще давайте посмотрим, то есть я все же думаю, что у Генерального штаба Украины есть свое понимание ситуации, что генерал Залужный, то есть он понимает, что происходит, он понимает, как вести себя дальше, и он понимает, как надо закончить вот до зимы, или что надо сделать до зимы. Конечно же, Запад, Запад, да, Запад в основном считает, что наступление Украины, то есть ее попытка освобождения территории не пошла так, как Украина или ожидала, или все ожидали. Ну, мне кажется, что это немножко наивно, потому что все же перед Украиной там не какая-то там, не знаю, я никого не хочу из стран обижать, да, но там не какая-нибудь маленькая там страна, которая, в общем-то, да, не владеет огромным количеством ресурсов, а Россия все же страна, которая владеет и влиянием, и ресурсами, и связями, и мафиозными связями, что очень важно в этой ситуации, потому что есть абсолютно такой секретный совершенно контрабандистский импорт, и все же это Россия, брак Россия, да, это не, как сказать, не маленькая страна, это нелегко, поэтому я думаю, что это, вот зачем создавались, вот создавались эти завышенные ожидания, этого я не совсем понимаю, там это тот же, тот же, тот же Кирилл Буданов, многие, они все вот строили эти ожидания, там парад в Ялте, я не знаю, что, мы будем отдыхать в Ялте, парад, знаете, это вот, это все напоминает шашлыки, будем в мае есть шашлыки, да, вот все это, вот это вот, вот это вот такая дилетантская абсолютно риторика и обман населения, и зачем это делать, я не понимаю, да, но, но, вот если мы подойдем к, как вы говорите, вот зима, во-первых, ее надо прожить, она будет сложной, несмотря на то, что украинское правительство заверяет, что все атомные электростанции будут работать, что, в общем-то, у людей будет электричество и тепло, я надеюсь, да, но я надеюсь, что, надеюсь, что, 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 что Украине удастся эту инфраструктуру защитить и защитить даже в том состоянии, в котором она сейчас есть, хотя я думаю, что Россия сделает все, что она может, чтобы, 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 чтобы заставить людей страдать еще больше и больше и больше. А вот, что касается переговоров, вот, скажем, прошла эта конференция в Джеде, да, в Саудовской Аравии. Я читаю многих украинских, даже, обозревателей и аналитиков, и кто там Украину кинули, то кинули, туда не кинули. Ну, в общем, ну, реально, это, то есть, ну, с моей точки зрения, это нежелание просто пошевелить мозгами и посмотреть немножко глубже в ситуацию. Значит, вот я беру очень простой пример, да, вот я беру пример нейтральный, вот нейтральный. Вот есть такая газета в Индии, называется она The Hindu, она выходит на английском языке, она самая важная газета на английском языке. В Индии даже государственным служащим, да, рекомендуется эту газету читать, чтобы получать свои знания и не пропаганду, именно знания, и в том числе знания английского языка. Да, значит, вот у них редакционная статья. Редакционная статья, это значит позиция газеты. Да, это не колумнист, который выражает свою точку зрения и не отражает точку зрения газеты, да, а это редакционная статья. Значит, во-первых, 42 страны участвовали в конференции в Джеде. Да, 42 страны. Это огромный успех. Это одна из самых важных конференций, и она не называется по конференциям мира в Украине. Она называется конференциям войны в Украине. Россия не была приглашена. Это важный момент. Эта инициатива началась еще какие-то, сколько-то месяцев назад, первой конференцией в Копенгагене. Там не было Китая. На сей раз Китай приехал. Я думаю, по настоянию Саудовской Аравии. Значит, приехал Китай, приехала Южная Африка и вот Индия. То есть три страны, как говорит эта редакционная статья, а я сейчас не от себя, которые, несмотря на войну в Украине, остались в хороших отношениях с Российской Федерацией. Значит, еще раз эти страны подчеркнули необходимость и вообще даже безусловность суверенитета Украины и территориальной целостности. Вот это есть краеугольный камень. Это есть несущая стена будущего любого мирного договора. Любого. Вот эти страны, то, что называется глобальный юг. Я не знаю, куда они приписывают, ну, не знаю, эту Северную Корею, глобальный юг, север, глобальный юг. Не важно. Глобальный юг, вот этот глобальный юг, вот его позиция. Это суверенитет и территориальная целостность Украины. Значит, дальше, конечно же, конечно же, Китай. Что говорят наши обозреватели и российские либеральные обозреватели, что Китай там был от имени России, что он, в общем-то, приехал туда смотрящим. Ну, нельзя так унижать Китай. Китай смотрящий, это как-то, ну, как-то, ну, как-то не его роль. Вот не роль Китая. Китай будет пытаться играть свою роль, конечно же, потому что у него тоже есть план урегулирования, который тоже основан на территориальной целостности Украины. Да, то есть границы до 91-го года. Это у Китая есть. У Китая только в их плане подчеркивается, да, вот все же озабоченность России собственной безопасностью. Ну, это собственной безопасностью. Ну, это китайская позиция. Немножко тем, немножко тем. Значит, вот эта редакционная статья говорит, мы сегодня находимся, да, вот две позиции. Есть украинская позиция и украинский план мира, что до начала любых переговоров, любых, российская армия должна покинуть территорию Украины к границам 91-го года. Точка. Это позиция Украины. Есть позиция Путина, то есть, ну, путинской России, да. Это отдайте нам области, которые мы присоединили. То есть присоединили, изменили конституцию, присоединили. Запотели, да, которые запрошены. Да, и подчеркивается в этой стране статья. Территории, то есть дайте нам территории, которые даже Россия не контролирует. Ну, это же мы понимаем, Запорожская область, и Херсонская область, и Донецкая область, и даже Луганская область. То есть, ну, то есть, нету России контроля. Значит, вот они, эти две позиции, они несовместимы. И эти, они никогда не сядут за стол переговоров. Это невозможно. Только мы каким-то образом можем куда-то что-то сдвинуть. Я тут вижу один очень важный элемент. Это Саудовская Аравия. Почему я говорю Саудовская Аравия? Потому что, во-первых, надо понимать культуру и менталитет. Саудовская Аравия – это есть центр исламской цивилизации. Это есть Мекка, это есть Медина. Это не просто Саудовская Аравия, которая качает нефть. Саудовская Аравия уже сейчас, я сейчас не говорю, давайте уберем монархию на секунду, уберем убийство Кашоги на секунду. Вот просто будем говорить сейчас о Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, понимая, что нефть теряет свое влияние и ценность во время, конечно, пытается диверсифицировать экономику. И, конечно, пытается мало по малому, мало по малому, все же либерализовать страну и открыть ее туризму. Вот туризм как отрасль. Это одна из отраслей. Я думаю, что диверсификация будет в разных направлениях. Вот они сейчас начали вкладывать огромные деньги в футбольные клубы. Это же тоже не случайно, потому что спорт, вот нельзя на спорт смотреть как спорт. Спорт – это индустрия, потому что там огромное количество людей, которые этот продукт потребляют. Это политик. В момент, в который, да, они пришли к дипломатическому соглашению с Ираном. Да, Китай как посредник, он их как бы посадил за стол. Доверия к Ирану у Саудовской Аравии нет никакого. Вот никакого. Это по разным фактам. Это историческая история. Это просто история. Это история этих двух культур, этих двух народов. Я уже даже не говорю про шиитов, суннитов. Это вообще культура. Персидская и арабская. Как только Иран начал поставлять дроны России, как только Иран позволил производство дронов, своих дронов на российской территории, то есть, по большому счету, это такая франчиза, что ли. Вот дрон. В этот момент, конечно, Саудовская Аравия очень встревожена Ираном. И она будет делать, да, и она реально будет, не будет на стороне России. Никоим образом. Иран может уничтожить Россию, российскую экономику достаточно быстро. Выгнав ее из ОПЕКа плюс, да, и ОПЕК станет без плюсом. И повысив производство нефти. Вот так у Саудовской Аравии есть инструменты очень сильного давления. Но у Саудовской Аравии есть проблема. Если Саудовская Аравия, как лидер исламского мира, говорит, что Украина должна быть суверенной, и украинская территориальная целостность не обсуждается, то она, то есть Саудовская Аравия, то же самое должна говорить Израилю. Ровно то же самое. Палестинский народ должен иметь свое государство. И вот почему сейчас они пытаются с Америкой найти какой-то общий язык, чтобы все же решить проблему палестинского государства. Это очень важный момент. То есть сказать, что при нынешнем руководстве Израиля, конечно, это невозможно. Ицхак Рабин был убит как раз в преддверии создания такого государства. Второго. Но вот все оно взаимосвязано. И позиция Саудовской Аравии, она будет такая. И вот этого глобального юга, она тоже будет постоянно изменчива. И вот смотрите, Нигер. Переворот. Военные приходят в власть. Значит, военные смещают профранцузского президента. Они его смещают, потому что он неэффективно борется с джихадистами. То есть, ну, а распространение исламского государства и аль-кайды, вот именно в этой части Южной Сахары, да, там, это, 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 это проблема. Это по-настоящему проблема. В этой всей ситуации участвует Вагнер. Не надо это забывать. Вагнер участвует. Значит, если это экономическое сообщество Западной Африки, если они решат попытаться военным путем вернуть гражданское правительство в Нигерии, то это будет война. То есть, тут нет никакого сомнения, да, потому что, потому что Бегухина Фасо и Мали, они будут, конечно же, воевать против, да, то есть, на стороне Нигера.